Каждое отрицательное эмоции, каждое негодование, каждое непонимание того или иного события или же поступка со стороны других людей вызывает в человеке предстрессовую ситуацию. И вот эти вот маленькие предстрессовые ситуации рождают потом, впоследствии, значит, очень негативно влияющие на нашу жизнь процессы, то есть все это перерастает в более мощный стресс, с которым человек потом уже справиться не может. Чтобы выйти из этой ситуации, люди находят способы употребления алкоголя, курить наркотики, прочего расслабления, значит, смотреть какие-то ни о чем не говорящие сюжеты фильмов. Это все создает основу для того, создает основу порабощения нашего мозга вот этими ситуациями. наш мозг оказывается как будто бы опутан колючей проволокой, которая стискивает наше сознание, мышление, загоняет его в тупик и превращает человека просто в пешехода, простого пешехода, который не интересует ничто, окружающее его рядом. Так вот, некоторые из последователей вашего метода ключ, которые какое-то время действительно занимались этими упражнениями, они приходят к выводу. Причем приходят настолько к выводу очевидному на своем примере, что это приводит, вот выполнение этих упражнений приводит к просветлению. Человек теперь уже понимает, что он этими упражнениями снимает тот колпак, тот панцирь, который на нас надевают. Надевают ежесекундно. И многие с этими колпаками ходят. То есть, по существу освобождаясь от стресса, человек проясняется, он просветляется, он начинает лучше соображать, видеть мир целостности, не зацикливаться на проблемах, на неудачах. Здесь нужно отметить необычайную важность этих упражнений, потому что не может один человек, здравомыслящий человек, который пришел к этому выводу, сказать, что только я один и только я это придумал для чего-то. Это не придумано, это опыт осознания происходящего. Потому что с помощью алкоголя не достигнешь, или с помощью какого-то другого допинга, транквилизатора не достигнешь этой светлости ума. Чтобы достичь этого, я, например, понял, я себе понял, что это просветление было бы невозможно без ежедневного выполнения вот этих упражнений и таким образом освобождения своего сознания от лишней гадости, лишней ненужности, которые приходят в виде информации со всех сторон. Нас как будто бы взяли в плен, в тиски, нас замуровали. И заставляют выполнять, слушать, идти туда, что-то делать только в рамках того, что нам навязали. Подождите, давайте выйдем. Вот это неопределенность, вот это вот постоянное ощущение страха завтрашнего дня, вот как я завтра буду жить, вот там где дотану условия для жизни, как мои дети будут жить, или еще что-то, вот эта вся неопределенность сгущает вот это состояние стресса, правда, не дает человеку думать ясно. А когда время от времени сбрасывают лишнее напряжение, он позволяет голове своей соображать нормально. Такое же есть по существу то, ради чего йога существует, медитация существует, всевозможные методы, но это методы тысячелетиями развивались в тех культурах. А у нас в России есть ключевая. Так вот, хозяин Магомедович, я лично хочу выразить вам благодарность за то, что пока еще сейчас, мы пока, мы вот на этот момент времени, мы пока не осознаем значимость, неслыханную значимость этого метода, этих упражнений. Не сознаем, потому что мы пока... Люди пока думают, что это просто физкультура. Просто, да, это физкультура вы делаете, да. Это пока еще на этом самом, знаете, на самом первом, низшем уровне, чтобы просто вот, ну что такое стресс? Даже нас почему сегодня и не обучают, нас не информируют, о том, что это самое страшное сегодня. Потому что стресс по существу, это и есть то, что человеку мешает ясно думать. Они думают, что стресс это такая вот задача здравоохранения. Снять стресс, ну а там можно таблетки сразу назначить, да, люди там, ну что таблетки не говорят. Никогда вы никакой стресс, вы просто притупите свою восприимчивость мира, тот же феназопам или прочие там эти уколы. То есть это не задача здравоохранения, это комплексная задача, межотраслевая задача, которую всеми министерствами надо решать, потому что это задача человеческой целостности. Конечно, это не задача. И эту программу нужно реализовать всем здравомыслящим людям. Те, кто стоит еще там позади, им нужно просто объяснить. Их нужно, это нужно культивировать, это нужно пропагандировать, и нужно не стесняться говорить громко об этом, потому что альтернативы нет. Есть око возрождения, о чем мы с вами говорили. Пять тибетских жемчужих. Надо объяснить просто, как это правильно делать, чтобы она на пользу была, потому что когда любую вещь хорошую даже, ну даже как говорили раньше, длинный стакан можно использовать и так, и так, да? Когда это око возрождение? Ну в свое время зарождалось. Там были какие-то идеи, для чего это делать? До сих пор оно осталось как вот такое вот необъясненное, зачем и как. Почему именно столько раз надо крутиться, а почему именно в эту сторону крутиться, почему не в ту сторону крутиться, это глупость полная. На самом деле можно крутиться и в ту сторону, и в эту сторону крутиться, сколько хочешь крутиться. Есть приемы для того, чтобы сразу снимать напряжение при голове упражнения и учиться этими упражнениями, подобными, подобными, вращательными. Вот в «Звездном городке» я работал, там в центре протитута, там же мы изучали всякие материалы. Оказывается, болезнь укачивания, речь со вращением. Вот сажают человека на один стул, представь себе, что тебе укачивает, он представляет, что его укачивает. И теперь садись на другой стул, вырабатывая против этого иммунитет. Ну, представляя себе, что ты приводишь себя в порядок. Потом сажаешь на третий стул, представь себе, что укачиваешь и снимаешь это укачивание. Потом его сажают куда-то крутить, а он уже не укачивается. То есть вот такие вот новые методы были тогда. Ну, я же изучал это все. Так что вопрос состоит в том, что любое упражнение, и вращательное, и невращательное, даже прыгаем через это козла, как в школе прыгают, не так тупо, вот как люди обучают физкультуре, даже не объясняют, для чего это. Пробежись с какой-то скоростью, там. Амосов говорил, вот, уличающий хирург был, да, какой-то Амосов, да, академик. Надо делать не меньше 400 раз, да, вот. Вот, я всегда думал, а почему 400, 500, почему не два раза, да? Оказывается, дело в том, что он же в ритм ходил. Когда он ходил в ритм, он мог там и тысячу раз делать, вам же ушло на автомате. Но он же это не объяснил, потому что не осознал. Это прошло полвека, пока я родился, пока я это осознал, и говорю, если вы войдете в ритм, вы можете плыть и плыть, бежать и бежать, играть и играть, если вы в ритм войдете. Я показываю, как вы войдете в ритм. Там он может и тысячу раз делать. Вот о чем лучше. То есть надо объяснить механизмы вот этой, физкультуру, правильно объяснить. И тогда они начинают служить народу. А так они просто затупляют людей, вот это что такое фитнес-центр, это что такое? Оно что, дает человеку прояснение, что ли? Нет, это просто, они там общаются, они там отвлекаются, а директора этих фитнес-центров, кто это создал, нельзя зарабатывать. Вот это все. Нету осознанного подхода, правильно? Да, нету осознанного. А для того, чтобы пробудить, пробудить. Вот мне понравилось, вот две вещи, которые они уже сказали. Потрясающе ты сказал. Я считаю, что ты большой мыслитель. Во-первых, ты сказал, когда тебе было плохо, когда ты сломал там кости, делали операцию и так далее, тебе надо было становиться на ноги. И ты сказал, как, я сгруппировался, ну покажи еще раз, сгруппировался, да, и сказал себе, я на рейсе. Вот я на рейсе. Да, да, во-во-во-во, это из ключ-два уже. Вот мы сейчас... Я не знал, что я делаю, это было тогда не осознанно. Ты сделал правильно, потому что у тебя большой талант. У тебя, в природе, это большой талант. Главное, что ты это осознаешь. Ты это превратил технологию. А вот вторая вещь очень интересная. Когда ты мне сегодня сказал, я вот изнутри иду, поэтому я иду долго. А ты вот сверху посмотрел и сразу сказал, на самом деле освобождать человеку себя от стресса, это значит, это и есть просветлять себя. Значит, эволюционировать, выполнять задачу, ради которой каждый из нас здесь живет. А так мы стресс прописываем, ну что, подумаешь, снял стресс, подумаешь. Да, это, извините меня, имеет значение, как снял стресс. Или ты снял бутылкой, или ты снял еще чем-то, или ты вот, наконец, уже можешь без бутылки, а лыжами, или бассейн, а теперь ты можешь и без ничего. Вот это ты, знаешь, эволюционируешь. Ты выполняешь задачу, ради которой еще мы здесь все находимся. Это гениально, это великолепно. И источник этого прозрения, вы, хосер. Поэтому к стрессу мы должны относиться серьезно. Да, уваживайте. А к методу, помогающему человеку развить у себя способность регулировать свое напряжение, чтобы не допускать у себя стрессов или снимать его. А тем более сейчас ключ два, использовать энергию стрессов, собственно, и хотелось. Это и есть эволюция человека. Хорошо, правильно. Спасибо, Андрей.